всем привет сегодня на связь выхожу из северной столицы послезавтра заканчиваем мы съемки у пучкова с климом и я лечу в черногорию потом не по плану африка 5 причем уже не так долго осталось ждать планирую очередь в октябре сегодня темы про которые я говорю уже много раз короткое сегодня будет видео но вы снова снова и снова мне пишите спрашивайте об этом каждый день приходят вопросы поэтому я решил записать прям отдельные видео до сегодня про камни которые наполнены или залиты то есть заполнение стеклом есть такое понятие что это такое да я называю их залитые стеклом или заливка стеклом но это на моем сленге которая сам придумал вообще правильно наполнение или заполнение да кто как говорит дело в том что в магазинах очень-очень много драгоценных камней таких как рубины сафиры изумруды продают с неким заполнением стеклом да и когда человек который ну он не совсем понимает о чем идет речь он спрашивает а что это означает вот у меня прям несколько знакомых купили в москве рубины с наполнением даст наполнителем или заполнителем тоже везде по-разному говорят разницы никакой нет это одно и то же им рассказывают то есть просто что это такое но они говорят смотрите это рубин он натуральный он природный совершенно природные то есть ничего поддельного нету там были кое-какие в нем изъяны и его немножко подлечили стеклом до продают причем дорого тысячи десятки тысяч долларов если у вас будет свободное время и желание вы сами можете пройтись по ювелирным магазинам и попросить показать вам рубины и многие из них будут ну если опять же продавец честный да он скажет что ну этот чуть-чуть подлечены чуть-чуть подлечили филлерами его а сейчас еще модно филлерами дата это тоже когда стеклом заливают и объясняет что это безопасно это все еще да он чуть подлечены но это все натуральный рубин это натуральный камень он в принципе практически такой был там чуть-чуть была такая трещинка его там чуть-чуть под залили стеклышком стекло керамическое она там минеральная теток не рассказывают что он даже еще и лучше стал чем был то же самое бывает с афирами то же самое бывает с изумрудами вот вопрос что с этими камнями не так все ли с ними хорошо стоит ли считать натуральными вообще это камни не камни как к этому относиться продают их дорого всегда причем да стоит покупать не стоит вот прям вы часто почти каждый день мне приходят такие вопросы сегодня меня три раза спросили за день поэтому решил записать отдельное видео на эту тему знаете я решил что чем 150 раз рассказывать лучше один раз показать поэтому смотрите картинка номер один это рубин который подлечен как это говорят до филерами то есть он немножечко чуть-чуть залиты стеклышком по мнению продавцов как они рассказывали причем не обращайте внимание на то что он какой-то кривенький неказисты там какие-то скольчики на гранях это взяли такой но средники по цене они бывают еще уже выглядят сразу изначально да то есть рукожопа все сделано рукожопная огранка поэтому они стоят совсем дешево вот это средний уровень вы на картинке наблюдали и есть тоже самое такие как бы подлеченные стеклом рубины изумруды сафиры которые выглядят вот на глаз смотришь практически идеально вообще вот совсем то есть играли ровненькие огранка идеальная все сделано симметрично никаких микроскольчиков ничего вообще нету ну прям перси и вот собственно их в изделиях с бриллиантами ставят с бриллиантами в золоте продают в магазинах прям дорого да повторяюсь у меня есть несколько товарищей знакомых друзей друзей в москве сначала купили потом уже обратились ко мне типа а что мы купили расскажи это как бы вообще оно не оно поэтому вот этот самый камень в одной известной лаборатории взяли и опустили его в кислоту вот этот рубин до который вы наблюдали раньше в кислоту которая стекло растворяет а корунт нет и посмотрите вот то есть таким образом растворить полностью стекло да они получили тот самый материал который был до заливки который заливали собственно стеклом то есть и изначальный первичный материал получили и вот внимание тадам это как раз и есть тот самый рубин то есть там было два кусочка корунда это кстати не всегда корунт вот данном случае это два кусочка корунда то есть повезло в этом рубине который могли люди купить там за пару десятков тысяч долларов да в каком-то пафосном красивом ювелирном магазине вот повезло что в этом рубине все-таки чуть-чуть было корунда это не в коем случае не ювелирного качества корунт вы видите что он бледно-розовый трещиноватый то есть он весь в трещинах полностью до огранки он не подлежал и вот в полностью утопили в стекле получается и стекла уже выпилили выключили огранили это сердечко зачем вообще он там нужен можно же бой без него нет с ним лучше почему потому что когда человек не очень грамотный не очень я например на глаз без приборов пойму что камень залит да но в данном случае человек не очень грамотный смотрит ага там есть включение какие-то неровности какие-то белесые рисуночки ну наверное натуральные и где видимо действительно говорят что чуть-чуть подлечены ничего страшного ну по крайней мере выглядит смотрите как вот видите получается что это два кусочка не ювелирного корунда позорные какие-то которые рубинами ни в коем случае назвать нельзя и вот их заливают лечат наполняет филерами стекло да сколько стоит эта штука ничего не стоит вообще я снимал в тентабури год назад в августе посмотрите мое видео добычи камней или как называется в тентабури таиланд там я снимал все это прям поэтапно производство то есть мы знаем где все это делают как это делают очень часто там корунда нет вообще там стоит некий другой материал например вот когда я снимал я сказал что это корун на самом деле это был не корун вот то что в таиланде снимал до в тентабури это был некий силимонит это ни в коем случае не драгоценный камень вообще вот его стеклом заливают то есть даже без корунда в данном случае повезло у нас есть корун вот в этом сердечке сколько стоит ничего 5 долларов как бы это прям даже много если покупать сразу ведерко как эти люди и делают кстати которые перепродают а вот там доллар по два можно торговаться за штучку является ли это драгоценным камнем нет ни в коем случае является этой линии инвестиции ни в коем случае нет может быть это какой-то полудрагоценный камень нет ребята это действительно кусок стекла с куском не ювелирного корунда внутри а вот бывает что например хороший рубин взяли и залили нет такого не бывает заливает только вот всякую гадость такой вот мусор сафирами вот вы пойдете в магазин а вам скажут ну вот да рубины мы заливаем всякую фигню стеклом а сафир мы берем хороший вот там чуть-чуть точечка была вот там кап чуть-чуть стекла и все нет нет и еще раз нет и сафиры и изумруды и рубины если в сертификате написано что есть филеры наполнение неважно как это сформулировано если там присутствует стекло неважно какое стекло минеральное там какое-то керамическое и всякое разное кармическое да ничего только не придумывают это всегда обман это всегда имитация подделка развод это ну мусор да вам пытаются продать мусор за несколько сот несколько тысяч или даже бывает пару десятков тысяч вот у меня друзья так попались тысяч долларов несколько десятков тысяч долларов да то есть пожалуйста поэтому я записал отдельное видео всегда требуйте сертификат и внимательно читать если там какая-то информация про заполнители или наполнители какие заполнители приемлемые изумруды тысячи лет уже заливают маслом то есть там трещины да вот его в масло окунают она затекает трещины и бывает что никогда уже не испаряется оттуда бывает через какое-то время испаряется нужно отдать грамотному ювилеру он его опять наполнит маслом эту трещину да то есть трещины становятся видны но это опять же это не кусок берут что чего-то странного с нуля создает камень нет это действительно какие-то где-то были трещинки да вот их залили и нормальным приемлемым считается если тоже пара либо залита маслом бывает что в пара ибе какая-то некрасивая трещина то ее наполнили она стала прозрачной чистой это всегда обязательно указывается сертификате все лаборатории очень четко это определяют вот поэтому еще раз просите сертификат если будут рассказывать какие-то сказки про то что чуть-чуть рубинчик подлеченный стеклашком ну чуть-чуть совсем вспоминайте вот эту картинку вот вам ее еще раз это ничего не стоит вот я надеюсь что я спас кого-то от необдуманных растрат всем привет счастливо сейчас работаю у нас есть еще несколько интересных тем есть несколько видео уже в работе поэтому скоро с вами увидимся